Невыплата алиментов – нарушение прав ребенка. Однако для неплательщиков это вовсе не аргумент. Орловские приставы пытаются призвать к совести граждан, однако повлиять на взрослых и уже состоявшихся людей, увы, не так-то просто. В центр занятости на работу берут. Покажите, вы в центр занятости население встали на учет? Нет, не берут. Покажите, мне отказывают. Не берут. Отнюдь не добрым оказалось сегодняшнее утро для орловских неплательщиков. Горожанам, уклоняющимся от обязательных выплат собственным детям, сотрудники ведомства нагрянули ни свет, ни заря. Однако, несмотря на ранний час, застать орловчан дома оказалось не так-то просто. Те, кто все же открывал двери к визиту приставов, оказались не готовы. В связи с тем, что у вас есть готовность, предупреждение по части первой статьи 157. Вы знакомы с вами? Да не буду, нельзя я списываться. Оказывать финансовую поддержку своему ребенку хозяин квартиры Андрей Слуценко перестал еще в 2014 году. За два года долг успел превысить сумму в 300 тысяч рублей. Регулярные предупреждения судебных приставов исполнителей игнорировал. Ответ на любой вопрос – нет работы, не берут. Итог визита сотрудников ведомства – арест личного имущества. В соответствии с статьей 67, частью 1 федерального закона об исполнительном производстве, в отношении должника вынесено постановление о временном ограничении на пользование спецправом. Соответственно, данное постановление вручено должнику под роспись. Также произведена проверка имущества должника, составлено акту писье ареста. Еще три адреса в советском районе и тишина за дверьми. Отправились ли неплательщики на работу или попросту не захотели встречаться с приставами, остается только догадываться. Повестки сотрудники ведомства оставляли либо в дверях квартир, либо родственникам алименщиков. Если по какой-то причине у него не получится явиться, значит, пусть обязательно мне отзвонится. И вот здесь, пожалуйста, будьте добры. Как-то мы знакомились, расскажите, распишитесь. Вот здесь? В иных случаях реакция на визит приставов оказывалась попросту неадекватной. Мать одного из неплательщиков разговаривать с приставами отказалась вовсе. Выключите это. Чихо, чихо, чихо. Да иди, ничего, что вы мать, я отсюда. Однако сообщить, что сын уехал на заработки в Тулу, женщина все же успела. Работа работы, только вот про собственных детей мужчина не вспоминает. Между тем, долг растет. На сегодняшний день количество исполнительных производств по алиментам достигает просто шокирующих цифр. Их более 6 тысяч. Пугает, что за этими цифрами стоят люди, некогда переставшие нести ответственность за самое дорогое – собственных детей. Выход по месту жительства должников осуществляется с целью вручения предупреждениям по части 1 статьи 157. В случае злостного уклонения от уплаты алиментов должники привлекаются к уголовной ответственности. Также проверки имущественного положения, вручение постановления о временном ограничении на пользование спецправом. Подобные мероприятия проводятся два раза в неделю по будням, а также регулярно по выходным дням. По словам сотрудников ведомства, в преддверии Дня защиты детей исполнительным производством по взысканию алиментов будет уделяться особое внимание.